Рассмотрение только два типа связи Ковалентный и Вантербайс А почему вы исключили эти связи? Без пи-связи СП-2 и СВ Графиня играет колоссальную роль Как без них? Значит, ки-связи относятся к ковалентному типу связи? В органической химии Ковалентно связаны В бензоле два атома углерода Ковалентной сигма-связью А кроме того, имеется пи-связь Совсем иная Со всем иным электронным строением И распределением волновых функций Это очевидно и давно известная вещь Очевидно и давно известная Согласен Ситуация такая, что Пи-связь Это связь, связанная с обменным взаимодействием То есть пи-связь Просто ориентация орбиталии Она перпендикулярна плоскости графенового слоя Перекрытие пи-орбиталей происходит точно так же Перекрытие при сигма-связи Совсем нет Совсем нет В сигма-связи Электронная плотность Находится в пространстве между атомами И связывает эти атомы В случае пи-связи Электронная плотность Со счет перекрывания Находится в пространстве над и под связью Это совершенно неизвестно Но перекрытие аналогично идет И причем в результате того и другого перекрытия Связь получается Типа обменного взаимодействия Электроны При пи-электроны Которые образуются, локализуются В пространстве между атомами Они точно так же Как в случае сигма-связи Принадлежат каждому из атомов То есть формально Электронный декретов А формально получается Та же самая Ковалентная стабильность Термодинамическая стабильность В средине доклада Вот ваших объектов А вот во второй половине Вы от термодинамики Полностью отошли И определенное механистическое рассмотрение Извините Но вот в этой связи Можете ли вы применить свою схему Вот границы зерен В графене Видите, там Какая может быть Из ваших структур Реализоваться Или может быть там аморфизация И кроме того Вы совершенно не рассматриваете Сопряжение структур Вот как в металлах, например Рассматривают Кристаллографическое сопряжение Чтобы было Наименьшее возмущение всей системы То есть это тоже у вас Вот не рассмотрено Ну вот просьба Насчет гранит зерен Если вы можете Может ли быть они аморфные Кстати здесь вопрос Непрерывного перехода От кристаллического К аморф На чем вы говорите Это вы спорите С Ландау Это был парадокс Френдель Ландау Так что здесь тоже Поаккуратнее пожалуйста И последний вопрос Квантовые точки у вас Где-нибудь Укладываются Спасибо за вопрос Значит я хочу просто Ну в результате того Что время ограничено Я не мог подробно Остановиться на всех деталях Применения этой схемы Значит ситуация такая Что геометрически модельно Строится первоначальная структура Для того чтобы получить Конечную структуру Мы выполняем квантово-механический расчет Геометрическая оптимизация То есть то что получилось С математической точки зрения Вот в результате шивки и так далее Это исходная точка для расчета То есть конечную фазу Мы строим после Квантово-механических расчетов Иногда такие структуры Получаются неустойчивыми То есть они разваливаются Мы математически Мы сетку эту построили Потом посчитали Не получается Ну то же самое Она касается Вот всех этих граничных условий И так далее То есть надо считать То есть это Подоснова как бы Вот для дальнейшего движения Но никак не окончательный вариант Что вот мы сшили И все вот это вот существует Нет Точки Значит Это структурная схема Классификация Она на точке Это уже некие структуры Которые Свойства Свойства Да Поэтому я наверное Откажусь Отвечать По полного вижу Все нет Продолжение следует... Продолжение следует...